Нет, это полноценный. Да, все вы видите, это сам будет. Все, 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 садись. Спасибо. Добрый день. Служу, уважаемые члены секционного совета. Утвержденный состав секционного совета ПДС 02-00-06-15 человек. Присутствует 10. То есть 3 доктора по профилю рассматривают диссертации. Таким образом, ворум есть. Разрешите открыть собрать заседание. На повестке дня защиты диссертации «Откусай нам они» на тему «Вероятностный анализ стойкости защиты информации нет нам целочисленного расшифления символов». Диссертация представлена в ЦСКА нечерной степени кандидата физико-математических наук по специальности 1-2-3 теоретическая информатика и кибернетика. Научный руководитель, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры информационной технологии факультет Это бывшие, когда готовились. Он информационной технологии, да? Понятно. Все старые, да? Факультета физико-математических и естественных наук ВДМ Степанюк Вадим Ольбович. Медли возражения по повестке дня? Если возражений нет, то приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на качестве информационной технологии ВДМ, официальные оппоненты Доктор физико-математических наук Третьков Владимир Георгиевич, Доктор физико-математических наук Замежаила Михаила Иванович, Кандидат физико-математических наук Дужин Василий Сергеевич. Слово для оглашения документов, имеющихся в Дирице-Искателе, предоставляется ученому сиркорюсовета Анастасия Вячеславовна Дмитриевна. Прошу вас. Восстание нормальной 1985 года рождения в 2013 году с отличием и кончилом муниципе статуры Российского университета Другие годы по направлению преподная математика и информатика. С 2013 по 2018 я учалась в респираторе ВДМ по программе подготовки научно-педагогических патентов по направлению соответствующей научной специальности на 5.13.17 теоретически и самоинформатики. С 15 декабря 2022 года по 14 июня 2023 с похода была прикреплена для подготовки и защиты диссертации на соискание учебы степени кандидата в физико-математическом науке специальности 1, 2, 3 теоретической информатики и кибернетики, в которой и подготовлены диссертации. В настоящее время не работает. Все документы были представлены в советское время но в полном объеме и имеются в личном деле соискательства. Материалы личного дела и документы предварительные экспертизы соответствуют требования положения присуждения ученых сахтиней в Российском университете диссертации. Большое спасибо. Будут ли вопросы в связи с украшением документов? Есть ли вопросов нет, когда слово предоставляет соискательную для доклада? Пожалуйста, не более 20 минут. Прошу вас. Прошу вас. Моему научному упору подниму в ряде, в стойкости защиты информации методом целочерственного решения суммы. Поведение приятное абсолютно столько больших проблем вреда нах однако практически в времени месяц на битвичевое еще абсолютно и стопы потребовали спорезы механазма вреда для каждого сомбука. И в целом, в целом, в основном, к демократу срочно-минозависами и срочно-минозависами. И вот, как решение, это не стремится в целом, срочно-минозависием. Тогда, как нарушение этого условия, это дешевле решение. Это не нужно создавать имущество информации, которые влияют по свой струксу и обслуживающих словах. В этой мунице, рассматривание в диссертации альтернатививы и предложить нам не принять решение на решение и влиять срочно-минозависием. Цель основной задачи для сорокации. Целью заследования в сорокацию являются в запутках концепции расшивления для защиты от всхода информации в юнию и облили в управлении на импульсацию. С этой целью предполагается решение следующей задачи. 1. Продолжить процедуруцию числа на расшивление числа и повышение значения числа на расшивление. 2. Злачили предпочтение возобновляющих всход за расшивление и фокус расшивление информации. 3. Продолжить новое мутночевское оборудование символового расшивления. 4. Защит поведение приятности санкционирования восстановления исходного текста по результату расшивления и обобщенного расшивления. 5. Провести сравнение защиты между расшивлением с другими способами защиты. Садрежение диссертации. 6. Продолжение следует... Определение ритмонческой функции позволяет использовать этот метод для защиты и восстановления информации и объяснена методов с внутричной защитой от СНДЛА и приводим влиятельность на найс-форка с предлаганного метода. ФДЛАВА-4 делится сравнение метод для расширения с традиционными схемами защиты. ФДЛАВА-4 делится в составе сантасти, которая выполняет в области СНДЛА, в составе 8080. Треба будет уникать о том, что дать ко мне оформление СНДЛА, как мы будем использовать СНДЛА и ПОДПИЛА. Но мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Продолжение следует... 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 К равно 2 и К равно 3. За причины. Таким образом, создатели решения следовательного задания. 1. Подложение новой процедуры, названа в церкви целочисленным расширением, позволяющая в составе трогание целочисленного числа. 2. В серфинансикации целочисленного числа, создан 2. Рабилюционного образования на основе с использованием модульной альфметики, где я числа названа на уровне расширения. 2. Доказная единиственность 3. В диссертации выложены на митматических моделей защиты информации на основе целочисленного расширения и исследований свойствannée, модель 4. Доказано, что стойкость расширения в отношении защиты информации, расстройства, уровень расширения, как следует подлика в основе дочинского строительства расширения 5. В основе Продолжение следует... 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 Наукстажем научного сотрудника Института проблем передачи информации Харкевича Российской Академии наук Отзыв содержит правду и характеристику диссертации Отмечена научная и практическая значимость результата Следовательно, отзыв заключения не содержит Большое спасибо Содержащие отзывы на автореферату предоставляют ЦСКА Пожалуйста Хорошо Сначала я хочу вычитать какие-то замечания Продолжение следует... Которые требуют случайных лучей Которые не могут быть сегенерированы алгоритмы Но для их генерации стоит использовать свой устройство Например, используя радиоактивный респект Созданный электричным генератором белого шума или другой Достаточно случайных событий Вопросы к съискателю по ответам на авторефературу? Нет Тогда переходим к слушанию официальным оппонентам Сноу предоставляется первому оппоненту Доктору физико-математических мульт Тридькову И.М. Буяковичу Добрый день, уважаемые колени Я считаю наиболее существенные на месте И.М. Буяковичу Во-первых, актуальность работы Во-первых, надежность передачи информации Действительно актуальна задача И поэтому актуальность не вызывает сомнений Также актуальна является теоретическая проработка Которая была сделана на СССР Значит, мне понравилась структура Ретернация То есть там есть введение Которое просто вводит в постановку задачи Первая глава Это анализ состояния исследования В этой области То есть рассматриваются различные методы И анализируются они Ну и отмечаются их достоинства и недостатки Во второй главе Посвящена теоретическая часть исследования Здесь как раз вводятся основные понятия Понятия целочисленного расщепления И анализируется этот метод целочисленного расщепления Вот, значит Далее проводятся некоторые доказательства Доказательства некоторых утверждений С применением этой процедуры А в третьей главе Это уже применение метода целочисленного расщепления Так как во второй главе описан просто этот метод Описан подробно этот метод А в третьей главе Это его применение для защиты информации На основе этого метода Вот, а в четвертой главе Представлено сравнение Других предложенных методов защиты информации С другими методами Так, ну и Нализна результатов диссертации Это действительно интересный метод Хорошо проанализированный Доказан ряд утверждений И, значит Также эта важность Показана, что Значит, может использоваться Эволюционные методы Пригласите информацию Ну и, значит Здесь надо отметить Что это важно Что было достаточно много публикаций Всего 25 публикаций Из них Сейчас я расскажу Сколько из них Из них Семь работ Опубликованы в Баковских журналах И Шесть работ В периодических наукных журналах Текстировались в системе Скорпус И также Один патент на изобретение То есть действительно Доказательств Результатов Было достаточно много И опубликованы Публикации Катражены Те основные результаты диссертации Имеются замечания По диссертационной работе Ну, во-первых В диссертации отсутствует Список сокращений И выводы по главам Когда считаешь диссертацию Почему-то выводы по главам Были бы очень полезны Это первое замечание И второе замечание В диссертации Отсутствует оценка Временной защиты информации Методом Солочисленного расщепления Это как раз связано С тем вопросом Который вы задавали Хорошо было бы иметь Оценку скорости Этого метода Прямо непосредственно Однако Отмеченные недостатки Не снижают Научную ценность Полученную Диссертационной работе Результатов И не препятствует Положительной оценке Диссертации Ну и заключение Диссертационная работа На тему Вероятность И анализ Стойкости Защиты информации Методом Солочисленного расщепления Символ Представляет собой Законченную Научно-кваликационную Работу Содержащую Важные результаты Имеющую Теоретическую И практическую Изначимость В практике Надежной защиты Информации В ней Дано решение Актуальной задачи Разработки Нового метода Основанного На использовании Модульной арифметики Названной Диссертацией Солочисленным Расщеплением И разработки Новых математических Моделей Защиты информации Кроме того Проведет Вероятность Анализ Стойкости Этого метода Диссертация Выполнена На высоком Научном уровне Назвестен Технический Работа Соответствует Требованиям Предъявляем Диссертационное Соискание Ученых Степеней Кандидатов Федико-математических Наук Согласно Пункта 2.2 Раздела 2 Положение Присуждения Ученых Степеней Федеральном Учреждении Высшее Образование Российский Университет Трус Подороз Иринг Подписывали В школу Умбы Утвержденно Ученым Советом РУДН Протокол Н.12 23 сентября 19-го года А ее автор Алтус Заслужит Присуждение Ученой Степени Кандидата Физико-математических Наук По специальности 1.2.3 Теортическая Информация Кипернетика Спасибо Если вопросов нет Слово Для ответа Официального Оппонента Представляется Искать Пожалуйста Это важное Замещение Подсыпки Сложности Это Ленина Это Ленина Это Ленина Сложности Большая О Равно Н Лежит на К К Где Н Общая Длина Исходная Текстов И К Уровен Большое Большое Спасибо Слово Кандидату Физико-математических Наук Дужину Василию Сергеевич Здравствуйте Уважаемые Коллеги Я постараюсь Кратко Синкционная Работа Алкуса Иномонии Посвящена Исследованию Новой Концепции Расщепления Это Одно Из Систем Защиты Информации При Ее Хранении Передачи В основе Работы Лежит Использование Новой Итерации Модулярной Арифметики Назваемой Прощеплением Вопрос О том Как эта Операция Может быть Использована В защите Передачи Информации По каналу Связи Ранее Исследован Не был А между Тем Использование Нестандартных Конструкций Существует Занимательное Преимущество Пришифрования Информации Презентация Состоит Из введения Четырех Глав Заключений Двух Разработка Новой Театрико-мехнологической И практической Концепции Расщепления Как одной Системы Защиты Информации Первая Глава Носит Вводный Характер В ней Вводятся Основные Подходы К защите Информации Перечисляют В себе Основные Преимущества Недостатки Во второй Главе Вводится Понятие Целочисленного Расщепления Целого Числа По базе В качестве Которой Может Уступать Другое Число Или Несколько Чисел В третьей Главе Предлагается Схема Применения Целочисленного Расщепления Для защиты Передачи Текста Ключевым Моментом Для Дешифрации Текста Зашифрованного При помощи Целочисленного Расщепления Является Доскание Уровня Расщепления При Шифровании Каждый Символ Заменяется Последовательный Символ Длина Который Сопрадает Расщепление Также В третьей Главе Описывается Модель Алгородмическая Реализация Системной Защиты Передачи Экспоинформации Приводится Вероятность Анализ Символ Модель Символ 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 В центре Которого Доказательство Символ Символ Метод Защитной Информации В четвертой Главе Дается Сравнение Этого Метода С Известными Схемами Защиты Информации Использующими Гомирование Со схемой Вернамо И так далее Здесь же Приводится Иллюстрация Работы Методов Расшитной Информации На основе Символ Расшитления В заключении Приводятся Основные Результаты Полученные Диссертационные Работы Диссертации Содержит ряд Оригинальных ТИАЕМ Доказательства Которых Были Своевременно Публикованы В рецензируемых Журналах Что вполне Подтверждает Обоснованность Результатов Тем не менее В диссертации Присутствует Ряд Недостатков Первый Недостаток Который Уже Был Озвучен Сегодня Два Раза Это то Что отсутствует Сравнительный Анализ Скорости Работа Предложенного Логаритма Шифрования И других Известных Логаритмов Также Я хочу Отменить Что не Приведены Детали Программной Реализации Предложенного Логаритма Отсутствует Ссылка На исходный Код Программы И есть Еще Более Мелкие Замечания В частности Неясен Смысл Стрелок Которые Изображены На рисунке 3.4 На странице 64 Также Кривые Приведенные На рисунках 3.7 3.12 Для наглядности Имело смысл Представить В алгоритмическом Масштабе И На странице 93 Приведено Доказательство Что вероятность Ростановления Исходного Текста Монотонно Убывает С ростом Расщепления Однако В тексте Не объяснено Почему Вероятности Стремятся Именно к нулю А не к Некоторой Константе Указанные Недостатки Не снижают Общее положительное Впечатление На диссертационной Работе Заключение Диссертационное Исследование Представляет С собой Законченное Самостоятельное Научно-квалификационное Исследование Которым Грешена Актуальная Задача Разработки Новых Телетико-мехологических Трактических Концент Совершенствований Одной Систем Зачем Информации Диссертационное Исследование Соответствует Постопу Специальности 1.2.3 Теоретическая Информатика Кибернетика А именно Пункту 15 Модель данных Новые принципы Проектирования Пункт 25 Метод Для Высоконадежной Обработки Информации И Избечение Коммента Устойчивости Информационных Профессионных Для целей Передачи Хранения И защиты Информации Пункт 26 Теория Надежности Безопасности Использования Информационных Технологий И Пункт 29 Теоретические Основы Программирования Создания Программных Систем Для новых Информационных Технологий Полученные Автором Результаты Достоверны Основные Выводы И заключения Обоснованы Все положения Вынесены На защиту Обоснованы В тексте Диссертации Реферат Корректно Отражает Результаты Диссертационного Исследования Основные Научные Результаты Достаточно Полно Изложены В 24 Статьях И докладах В том числе 7 работ Выплековано В изданиях Комментованных Дэричком Вак 6 работ В изданиях Комментации С докус Получен Один На основании Выше изложенного Считаю Что Диссертационная Работа Вероятностный Анализ Стойкости Защиты Информации Методом Солочисленного Расщепления Символов Полностью Соответствует Требованиям Пункта 2.2 Раздела 2 Продолжение Ученого Степени Федерального Государственного Австономного Учреждения Высшего Образования Российский Университет Друга Народов Ученым Советом УДН Протокол Номер 12 23 сентября 2019 года Предъявляем Диссертация Ученой Степени Кандидата Физико-математических Наук По специальности 1.2.3 Теоретическая Информатика Кубернетика А ее автор Фокуса Иномонии Степени Кандидата Физико-математических Наук Спасибо Большое спасибо Есть ли Нет вопроса Сходите Пожалуйста Слово Для ответа Официального Амбонента Предоставляет Прискать Хорошо Слава Буду Прежда Пожалуйста Шинен Апсушу Празицер Възбар канедитов Стрелетав Благодей Възбар Побърв Академи Възбар Гази Приса Академи Детеаль Деоргамма Ноколизация Деоргаз Академи 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 Целкан Сход Код Деоргамма ответ программная реализация выложенного алгоритм подробно изложена в публикациях 2, 1 и 5 и в публикации 15 расположены и в авторифра диссертации что касается исходного кода программы то он был слишком длинным уколо бы все отстранилось поэтому я не включала его в приложение к диссертации но в диссертацию были видены псовдокод алгоритм целочистного расшепления на странице 48 и псовдокод алгоритм общения целочистного расшепления на странице 42 и 50 Третье замечание неясный смысл стволов этих урожений на рисунок 3, 4 на странице 64 стрельки на рисунок указывают на влияние друг на друга параметра от чувствующих и в состав лучшей защиты подробности безмолвистов это параметра друг с другом подробно объяснены их выражение 1 Замечения 4 Креди приведены на рисунок 3.8 до 3.12 имеру смысл строби без лопарофемического масштаба я согласна мне очень жалко Замечения 5 на странице 93 приведена такая зрительство что влиятельность постановления исходного текста монетально убивает с разным уровнем щепления однако почему влиятельность стремится что влиятельность на рисунок измена в цифре в цифре в цифре на странице 93 зависит от формулы 3 в цифре на странице 93 эта формула зависит не только от ка но от дуру Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Тorzok